Сегодня будем рисовать кейски баджи из аниме Токийские мстители. Рисуем круг, затем проводим вертикальную линию, проводим линию бровей и линию носа. Чтобы определить высоту подбородка, замеряем расстояние от линии бровей до линии носа. В данном случае у баджи расстояние от носа до подбородка немного меньше расстояния от бровей до носа. Затем легкими грубыми штрихами наметим примерную форму головы. Заодно набросаем волосы. Мой процесс рисования персонажей чем-то схож с работой скульптора. Сначала я набрасываю общую форму и уже потом перехожу к прорисовке деталей, попутно стирая ненужные линии. Наметим глаза, для облегчения работы проведем две вспомогательные линии. Наметим нос и примерную форму рта. Да, понимаю, сейчас он выглядит максимально упорно, но это пока что надо немного потерпеть. Постепенно шаг за шагом будем вырисовывать лицо. У баджи довольно интересная форма бровей, поэтому придется повозиться. Рисуем их максимально низко к глазам. Про нос особо сказать и нечего, просто рисуем две палочки. На рот у меня ушло больше всего времени. Итак, что я могу о нем сказать? Его ширина равняется расстоянию от внутреннего уголка левого глаза до внешней радужки правого глаза. Постепенно перехожу к более детальной проработке контура лица и шеи. А также набрасываю примерную форму прекрасных локонов баджи. Ну что ж, а теперь наконец-таки проработаем глаза. Зрачки немного прикрыты, располагаем их по центру радужки. Чтобы выглядело красивее, я заштриховываю верхнюю часть радужки, а также брови. Рот особо не меняю, просто делаю линии более четкими. И заштриховываю уголки. Осталось поработать с волосами. Прорисовку начинаем с пробора. Расстояние от бровей до линии роста волос совпадает с расстоянием от бровей до носа. Потихоньку будем переходить к прорисовке локонов. Рисуем их плавными, волнообразными линиями. Рисуйте так, как вам удобно. Не обязательно повторять каждый изгиб. А на этом все. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.